Удивительная жизнь Лауреат государственной премии имени Махмутова Учитель физики в высшей квалификационной категории И на данный момент директор общеобразовательной школы Лицей имени Николая Ивановича Лобачевского Скобельцина Елена Германова Здравствуйте, Елена Германова Здравствуйте, ребята Вы первая женщина в нашей программе Разрешите подарить вам наш скромный букетик? Неожиданно, но очень приятно Букетик очень красивый Лицей, которым вы уже давно руководите Входит в список лучших школ России Это правда? Да, это так А как вам поступить? С какого класса-то можно? Вот, кстати говоря, скоро начнутся вступительные испытания Сейчас идет регистрация Наступительные испытания Принимаем мы, ребят, в пятые, шестые и седьмые классы Проходят конкурсные испытания очень серьезно По математике, русскому языку И очень много желающих Но, Майя, пожалуйста, милости просим На конкурсные испытания приходите А на сколько много желающих? Восемь человек на одно место Как правило, бывает желающих много Мы слышали, что у вас очень хорошие учителя Кто преподает в лицее и вообще в чем уникальность вашего лицея? Каждый учитель в лицее обязательно растит в себе смену Человека, который примет и опыт И превзойдет своего учителя И достигнет новых, более значимых результатов Но самое главное, воспитает новую смену лицеистов Которые будут готовы трудиться И достигать самых-самых высочайших успехов У нас много молодежи работает И только выпускников 13 человек Можете себе представить, 13 выпускников Работают в нашем лицее Мы слышали, что лично вы активно участвуете в жизни лицея На всех мероприятиях вы присутствуете И под вашим руководством в лицее запущено много интересных проектов Давайте посмотрим, что говорят о вас Ваши ученики, преподаватели и родители Директор у нас замечательный Она очень много делает для детей Различные мероприятия Много проверочных работ И всегда старается вложиться во всех Поэтому в лице у нас действительно учатся талантливые дети Благодаря нашему директору Елена Германна, человек очень креативный Организованный И любит доводить все свои начатые дела до конца Наверное, для меня это являются лучшими Ее качествами, на которые я ориентируюсь Которыми я бы хотел также владеть Мне очень приятно Я благодарю вас за создание такого ролика И буду соответствовать дальше всему, что сказали мои соратники А и ученики, и учителя Я их называю своими соратниками Я читал, что в лицее у вас свое телевидение, радио и даже газета Это так? Это так Сегодня медиаобразование выходит на передний план Это очень важное умение человека визуализировать свою жизнь Свои проекты, свои идеи И представлять их кратко, емко и в занимательной форме И мне кажется, что на сегодняшний день круче, чем телевизионные передачи, видеоролики Наверное, придумать сложно Поэтому мы решили на уроках труда, технологии Как теперь мы называем эти уроки Наши ребята создают, постигают искусство кинематографа, медиаграмотности И, естественно, учатся создавать свои неповторимые проекты Это здорово, мне кажется, это очень полезно Кого выпускает ваш лицей? Наш лицей прежде всего выпускает ребят, которые собираются продолжить образование В области естественных наук, математики, информатики и, конечно, экологии Но встречаются и гуманитарии среди наших выпускников Есть ребята, которые посвятили свою жизнь сцене Есть ребята, которые пошли дальше, они стали юристами Но в основном это все же люди, которые заинтересованы Именно в своем естественно-научном образовании И в производствах, и в профессиях, связанных с этим Скажите, как стать лицеистом? Как готовиться и на какие предметы сделать упор? Чтобы стать лицеистом, надо прежде всего Хорошо знать математику Потому что математика является основой других наук В том числе и русского языка, и физики, и химии Но не даром говорят о математике, царице наук Поэтому прежде всего мы обращаем внимание на знания математики Конкурсное испытание по математике является ведущим Давайте сейчас прервемся ненадолго И посмотрим нашу рубрику «Удивись» И узнаем кое-что интересное Внимание на экран! Перед вами тихая и уютная Очка современной Казани Рахматулина Который когда-то называлась Телеграфный переулк И в нем располагалась первая в Казани женская Гимназия Мариинская Гимназистки носили форму коричневое платье с передником Им запрещались украшения, часы, модная обувь, лекции, баллы, маскарады И даже библиотеки В общем проще было бы вам рассказать, что гимназисткам разрешалось Но это значит не сказать ничего Гимназия была закрыта вскоре после революции Но сейчас в здании бывшей женской гимназии под патронажем Казанского федерального университета Работает школа-лицей имени Николая Ивановича Лобачевского Здесь учится более 600 учеников И выпускники лицея с каждым годом успешно пополняют ряды учителей, преподавателей и известных ученых Лицей также знаменит своим великолепным балом Который ежегодно проходит в Казанской ратуши По традиции бал открывается полонезом и завершается выбором короля и королевы В течение вечера девушки в красивых бальных платьях и юноши в классических костюмах танцуют в вальс Соблюдают светский этикет, общаются, показывают театральные постановки На балу присутствуют представители прессы и власти А в роли почетных гостей на таких праздниках выступают выпускники лицея Лобачевского Кстати, 19 октября отмечается важный праздник Всероссийский день лицеиста По традициям в этот праздник во всех лицах страны проводятся открытые уроки, концерты, капустники А также ставят театральные сценки и вспоминают известных учеников Организуют вложение цветов в фестивали, лицейские балы, выставки и лицейские обеды На сайте лицея мы увидели оригинальный проект Растим Учителя Расскажите, пожалуйста, про него поподробнее Действительно, этот проект очень интересный, важный И, кстати говоря, этот проект уже много лет, более 10 лет реализуется в нашем лицее Суть его такова, что каждый человек должен обладать тем уникальным набором качеств, умений, навыков, знаний, которыми обладает учитель И это действительно здорово Сначала у нас был проект, назывался «Вожатый 2.0» Лозунгом этого проекта был «Обучая других, обучаешься сам» Сегодня, можно сказать, основатель этого проекта, Никита Тережников, является заместителем директора Он завершил обучение в нашем лицее, закончил институт физики Суть его состоит в том, что каждый лицеист обязательно в процессе обучения в лицее должен почувствовать себя значимым И человеком, который может поделиться своим опытом, помочь другому стать лучше, умнее, может быть, даже красивее И самое главное, я хочу обратить ваше внимание, ребята, на то, что каждый лицеист у нас является волонтером в каком-либо проекте Практически как учитель, руководит работой других людей Распределение ролей и даже результаты образования в нашем лицее Один из пунктов оценки результатов образования является оценка активности Насколько лицеист и лицеистка активно участвуют в событиях лицея А про ваш традиционный лицейский балл можете нам поподробнее поведать? Очень интересно Наш балл – это наша визитная карточка Вообще у каждой школы есть свои мероприятия, которые отличают школу от других Так вот, у нас есть целая система, так называемая циклограмма событий В которой лицейский балл занимает центральное место Ну, во-первых, в нашем лицее обязательные уроки танцев Поэтому дети, обучившись танцам, должны обязательно где-то свое мастерство продемонстрировать Не так ли? Потом наш лицей имя носит Лобачевского великого А Лобачевский в своей актовой речи сказал про университет Здесь учат тому, что на самом деле существует А вы знаете, что в наш лицей входит структуру университета И третье, что обязательно, что важно Каждый человек должен уметь напитываться теми впечатлениями, традициями, красотой, эстетикой Для того, чтобы ценить жизнь и ценить окружающих, и культуру, и искусство Вы директор Вам нравится ваша работа? И почему? Во-первых, моя работа мне нравится А нравится она мне потому, что я могу вместе с другими людьми Реализовывать очень интересные проекты Помогать детям и взрослым становиться лучше А также мне нравится моя работа, потому что это творческая работа В которой сегодняшний день и завтрашний день не похожи друг на друга И так быстро и стремительно происходит смена событий Ну, наверное, даже быстрее, чем за окном наступает день и ночь Мы были на ваших мероприятиях, а их достаточно много И везде вы присутствуете Как вы все это успеваете? Я думаю, что, во-первых, мероприятия у нас все запланированные Каждый экспромт должен быть хорошо продуман А поскольку есть четкий график, то вписаться в четкий график всегда легче Чем в хаотично созданное времяпрепровождение Так ведь? У вас много наград Вы учитель года Вас знают, любят, уважают Вот скажите, в чем секрет вашего успеха? Ну, во-первых, я как-то не очень даже осознаю, что это успех Потому что для меня награды важны Они приятны, как любому человеку Но я как к таковым наградам никогда не стремилась Мне очень важно осознавать, что я делаю все, что могу С тем, что имею И там, где я сегодня нахожусь Поэтому все происходит от души С большим желанием Наверное, поэтому и награды, как правило, меня настигают сами Кстати, расскажите, пожалуйста, забавный случай из вашей практики Ну, вот было время Это было лет, наверное, 10 назад Когда кондиционеры в школах были большой редкостью Но, тем не менее, требовалось, например, в кабинете информатики Чтобы был обязательно кондиционер И когда школы принимали к учебному году То обязательно смотрели, вот есть кондиционер или нет Работает или не работает И так приходит в наш лицей комиссия Мы как раз только установили новый кондиционер Приходит комиссия Я говорю, вот смотрите Все как было рекомендовано Вот мы установили кондиционер Вот я жму на пульт Кондиционер не включается На меня комиссия смотрит с удовольствием И тут одна из учительниц говорит Не знаю, мне уже дует Поняли, да? То есть она поддержать, что кондиционер-то есть Он же должен дуть Не знаю, мне уже дует И потом мы видим, что оказывается Кондиционер не был Вилка не была воткнута в розетку То есть он не был подключен к электричеству Вот насколько сила командная Видите, командный дух Не знаю, мне уже дует А у вас есть любимое высказывание? У меня есть любимое высказывание Я всегда руководствуюсь Несколькими Такими у меня есть Наставлениями Самой себе Вот одно из них Из наставлений этих Не позволяй душе лениться Чтобы воду ступи не толочь Душа обязана трудиться И день, и ночь И день, и ночь Очень классно Закончите, пожалуйста, интервью Тремя словами С удовольствием Опять же, это мои любимые слова Дорогу осилит идущий Вот это классное выражение Спасибо вам за интервью, Елена Германовна Желаем талантливых учеников и здоровья Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok